И всем привет, ребят! С вами Сэр Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодняшний видеоролик посвящен рейтингам. Наконец-таки долгожданное событие произошло, и сегодня вместе с вами мы обсудим один очень знаковый, интересный момент, который я, конечно же, пропустить не могу. Это 400-я легенда. Борис 4311, все вы его знаете, наконец-таки, а может быть и не наконец-таки, но дошел до 400-й легенды. Это первая легенда в ТО, которая дошла до такого количества, да, и, ну, кто-то скажет, что там это не так жестко там, или еще что-то в этом духе, но это тот момент, который, как по мне, пропускать вообще было нельзя, да. Это максимальная легенда, которая набита с помощью игры, да, то есть не просто там накрутки легенды, да, то есть вы там скажете, что это может быть там не максимальная легенда, да, там, потому что есть легенда больше. Больше легенды нет, да, то есть которая сама набивалась в матчмейкинге, больше легенды нету. Только недавно вместе с вами мы обсуждали 300-ю легендочку, как тут, хоп, Борис уже показывает, что 300-ка это как бы, ну, как бы неплохо, да, как бы там пытаются ребята, там, Асса, там, еще один молодой человек, которого я сегодня тоже покажу, стараются там до 300-й долететь, а он уже, хоп, и 400-й, 400-й, при том, что темп не сбавляет, я не знаю, куда он летит, честно, я не знаю, какие цели у этого молодого человека, но на протяжении уже длительного периода времени, после того, как он перестал акцентировать свое внимание на достижениях, да, то есть был момент, когда он старался набить достижения, старался сделать какие-то определенные ачивки, когда он понял, что его начинают догонять, начал лететь по опыту с нереальнейшей быстрой скоростью, и сейчас он, по сути, не тормозит, практически каждую неделю набивает по 800 тысяч опыта, ну, это бешеные цифры, честно, бешеные цифры, я не знаю, что там в голове у этого человека, сколько человек играет на этом аккаунте, да, один он бьет это все в соло, не один он бьет это, да, то есть, я не знаю, да, но те цифры, которые он показывает, они какие-то неимодействие, наверное, большие, то есть, для сравнения, я вам могу показать, сколько я дал этих самых кристаллов на прошлой неделе, да, и опыта, то есть, у меня получилось дать 600 тысяч, 600 тысяч плюс 850 тысяч кристаллов, у него получилось дать на 300 тысяч больше, на 300 тысяч больше, плюс еще по крисам на полмульта больше, да, то есть, это безумно большие цифры, при этом он продолжает все это дело набивать на определенном одном вооружении, да, это Викинга Магнум, и, по сути, ну, ничего у него здесь не меняется, да, то есть, по режимам, контроль точек, сейчас еще тоже начал уже экспериментировать, играть в других режимах, я видел его и в Джиггернауте, но преимущественно у него штурм, контроль точек, это вот те режимы, которые он обожает, и Магнум, которым он не изменяет, я, честно, не знаю, зачем именно эта пушка, но она ему нравится, он ее считает для себя более удобной, и продолжает на ней двигаться дальше, это уже отрыв, да, то есть, если я, например, записывал видос про Асу, и говорил о том, что у Ассы есть шанс на догоночку, но это уже на 70 легенд отрыв, да, то есть Асса на прошлой неделе, например, набил 800 тысяч, Борис набил 880, то есть, он продолжает набирать обороты, отрываться и не хочет терять эту первую строчку, какая-то цель у человека определенная есть, да, может, кто-то его там назовет больным, там, и, ну, как бы, ну, у каждого свои интересы и свои цели, да, то есть, кто-то там хочет себе дом построить, а кто-то хочет, вон, легенду 400 набить в ТОшке, поэтому, ну, продолжает двигаться, сегодня еще поговорим по поводу одного молодого человека, да, то есть, как вы знаете, у нас есть первая 400 легенда, есть вторая легенда от Асса, 332, про которую я тоже относительно недавно записывал видос, когда он получал 300 легендочку, уже 332, да, то есть, очень быстро легенды у ребят поднимаются, ну, как бы, это неудивительно, при том количестве повышенных фондов и возможности набития, да, плюс еще у нас были на прошлой неделе 15-минутные матчмейкинговые бои, там, вообще, можно было давать очень большие цифры, да, то есть, у меня даже за бой получалось там по 17, по 20 тысяч опыта набивать, это очень и очень много, то есть, по сути, там, 10 боев, и у тебя плюс легендочка, ну, и ребята тоже, я так понимаю, что примерно такие же бои играли, тоже у них была возможность получать большое количество опыта, ну, и третий человек, третий человек, да, то есть, после Ассы, сейчас идет эта Мишанечка, все вы знаете, возможно, такие имморталы, у него 299 легенда, на момент записи видеоролика, но я думаю, что когда видос этот выйдет, у Мишани уже будет 300 легендочка, и это будет полноценный третий игрок, который идет в этой гоночке, да, хоть и Миша не старается там лететь очень быстро, да, как начал заниматься Ютубом, но также продолжает занимать лидирующие позиции в этом рейтинге по опыту, да, в какой-то период времени у него даже была легенда больше, чем у Ассы, и была возможность догона Бориса, но такой целью данный игрок не занимается ему, это не особо интересно, поэтому он просто летит уже почти до 300 легендочки, возможно, даже эту легенду как-то будет по-особенному брать, мы вместе с вами, я думаю, что это увидим в ближайшем будущем, ну, либо, когда видос вышел, уже увидели это, да, как я уже сказал, поэтому будет видно, но эту циферку, я думаю, что надо тоже отметить. Что касаемо Бориса, да, явно 400 легенда, это не конец, да, я уверен, что он на ней не остановится, да, то есть и на 500 не остановится, и на 600 не остановится, вопрос лишь только времени, да, через сколько он дотянется до 500, я никакие калькуляторы не включал, да, те ребята, которые, например, в этом заинтересованы, вы можете посчитать, сколько прошло времени с 300 до 400, потому что на канале видеоролик есть по этому поводу, можете посчитать, написать в комментариях, я тоже на такие комментарии обращу внимание, возможно, даже какой-то дополнительный бонусик тому молодому человеку, который все это дело оформит, распишет, покажет, сделаю, мне, ну, интересно даже, самому, с какой скоростью у него поднимаются соточки легенд, ну, и понятное дело, что мы будем продолжать следить за всем этим делом, если вам это нравится, пишите, что вы думаете, пишите, что вы думаете по поводу Бориса, кем вы его считаете, да, кто-то же имеет одно мнение, кто-то другое мнение, пишите, что вы думаете по поводу него, ну, и надеемся увидеть Мишанечку с 300 легендой уже в скором будущем, возможно, даже кого-то еще, да, я думаю, что вот 300 легенда это та цифра, с которой мы вместе с вами будем контролировать тех игроков, хоть я уже особо там и не записываю видосов по рейтингам, но контролировать игроков, которые поднимаются у нас по легендам в игре. Пишите, что вы думаете, считайте количество и скорость поднятия легенды Бориса, если у вас есть какие-то идеи по видеороликам, по рейтингам, все-таки у нас в последнее время их, как я уже сказал, особо много не бывает, только какие-то знаковые моменты для себя я фиксирую, и по ним уже записываю видос, если у вас есть какие-то мысли, может быть, там какой-то определенный топ хотите увидеть, или там подборку самых необычных аккаунтов, как это у нас было, например, раньше, то пишите, поддерживайте видос лайком, именно так я смогу понять, что вам эта тема до сих пор интересна и она имеет смысл быть. Ну и подписывайтесь на канал, если еще вдруг не подписаны, ну а с вами был Мистер Ванька, всем, друзья, спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!